такое неполное получилось видимо обстоятельства не позволили присоединиться низким участникам эфир не по плану пошел и наверное он и не состоится но я думаю раз уж он был запланирован мы тогда можем пообсуждать какие-то вещи которые наиболее актуальны на повестке дня сейчас да я не про новости а вообще говорю про некое эмоциональное состояние общее вот например если брать наши комьюнити то здесь из новостей то что многие люди повелись на матричной повестке и разосрались даже те кто первоначально показывал высокую степень адекватности вот смотрел как бы на ситуацию с высока до с выше чем уровень политоты ну даже они стали вовлекаться весь этот процесс и и заняли какую-то сторону условно и разосрались с другой стороной потом те кто занимал условно нейтральную позицию они тоже недовольны какими-то крайними этими позициями и тоже как бы ссорятся то есть я так это вижу все перегрелись до всех можно сказать достали потому что сейчас жесткий пресс идет новостной он и раньше с к виду и был всех достал а потом дальше он еще больше усилился вместо того чтобы передохнуть да они включили другой режим который еще жестче и теперь можно вспоминать времена к виду и как спокойное время пройдет мимо из контакта где а помните 2021 года хорошие времена были однако и вот это вот нервное напряжение она похожа очень сильно давит на всех и у кого-то депрессия у кого-то тревога появляется а кто-то ссорится со всеми ну в принципе все стали более резкие вот но кто-то стал особенно резким а кто-то стал еще из зомби да а потом резким это это конечно вообще дикий трэш потому что много неожиданностей таких понятно что других людей невозможно контролировать но все равно мы как бы ожидаем до кого-то какого-то поведения а потом раз и выкидывает coinfort или ты такой что я не знаю почему у нас сегодня трансляции это не состоялось но потом мы узнаем но вот если мы возьмем например ну нашу старую команда то многие изменили свои позиции и стали других придерживаться кто-то в официальность пошел и им прям стало очень очень приятно официальная позиция хотя до этого они видели все ее дырки и считали это глупостью а потом раз нет все это нормально другие вот утонули в какой-то полярности политической если брать родственников друзей там из реала то я тоже наблюдаю что многие кого был условный иммунитет к к виду версию они например повелись на отдых военную тематику и заняли опять-таки или ту или другую точку зрения он вижу в чате народ прибавился привет всем вот мы сегодня пообсуждаем она болевшим до раз не полный состав поэтому вы тоже замечали да как люди изменились не готовы то что ты сказал по поводу из извини костя по поводу вот к кредит вот это вообще хороший показатель потому что с одной стороны вот эти люди видят что в той же россии до пример к видобесе ни в коем случае не отпустила более того даже вводят там чуть ли не в календаре прививок продолжают какие-то там новые выпускать вакцины участвуют полностью во всех движениях от воз не выходит естественно и и вот видя все это они почему-то все равно решает что например вот те которые со стороны путина выступает как бы что все правильно что так и нужно что другого выхода не было вот они внезапно когда раньше все это понимали сейчас считают что путин как-то там выступает чуть ли не против нового мирового порядка вот этого зога будут все что запланировано а он тут такой рыцарь белый пушистый который решил все это побороть и у меня вопрос а каким раком тогда все их не логика работает если например вся та же кабела она присутствует не ничего не уменьшается если то что он сделал в экономическом секторе просто сделал конвертацию через банк этого рубля то есть все что было по сути но все и осталось а а у меня личное ощущение вот как все это выглядит что что всего лишь путин является очередным агентом зога который действует так как сказали сверху у них было по плану уничтожение сокращения славян вот вам и все 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 это вылилось при том подготовка это было как на украине так и со стороны россии еще за много-много лет до этого вот например вот я вот только что увидел что например жак атали предсказал третью мировую войну которая начнется с войны россии украины еще 2014 году то есть даже средние руки политические деятели которые хоть как-то вхожи в высокие круги они давным-давно видели что это должно что это планируется что это скоро будет а тут у нас внезапно даже те которые продвинутые типа конспирологи они как-то берут и берут чью-то сторону и неважно где кто живет или там какие у него были мысли до все все всего того что случилось сейчас 2022 году но они внезапно принимают сторону и уходят в крайности практически как сказал прав выбирают чью-то сторону и все и прям железно и со временем чем дальше тем у них там это шиза еще больше укореняется они забывают тут же все всю эту мировую повестку забывая все процессы которые шли до этого мировые и где россия и украина также участвовали прямо на равных то есть они они видят даже то что сейчас происходит в с продуктами с логистикой у них все равно это все как как-то встраивается в ихний мир мирок все это красиво встраивается и и по сути они потребляют вот эту пропаганду официальную но только считают себя типа чуть выше а в каком месте они выше если они по сути выбирают одну из этих двух сторон становляясь самым обычным потребителем телевизора вот я такой вопрос в никуда задам потому что оппонентов сегодня почти нет но вот константин я думаю мне поопонирует спасибо но я хочу сказать что это повесточка о том что которая раньше была только у конспирологов лет пять назад начала внедряться в официальных сми практически во всем виновата англосаксы и так же само про ротшильдом начали снимать видео на рент в этом и так далее ну понятно но там и раньше было но не в таком объеме а сейчас там все вот эти даже которые были как сказать прикормлены у которых просто где-то на шоу появлялись теперь они уже официально стали выступать я просто фамилии не помню там такой косоглазый есть в очках какого который все время доллару смерть предрекал предрекал а теперь стал у соловьев выступать блин ну и тут кстати да на особенно если смотреть кто-то из вас смотрит на особенно олега нет я телевизор не смотрю не они не телевизор это наоборот youtube канал он он рассказывал про этого то ли что значит это ли такое сякое но мол ничего не решает и то что он говорит это бред потому что первый план не сработал который предполагали изначально который швабовский про то что значит украину быстро возьмут то есть это именно швабовский план был и он за это топил а теперь он не сросся теперь другой какой-то план то есть тут еще и передел внутри идет помимо того погоди константин объясни мне в чем польза для шваба и как я понимаю как ты имеешь ввиду нового мирового порядка того что россия захватит украину если просе захватил украину то тогда пищу сильнее в мире нарастало так получается мировому сообществу нарастал ну напряженность чтобы довести до третьей мировой потому что план шваба это план как раз какой смысл если они захватят украину ну они захватили все присоединили к крым вот крым же присоединили напряжение нарастало нет не нарастало все папа папа зили в мейнстримовских и все и все стало на своих да не у меня было бы намного селена но присоединят они ее вот как сейчас уже херсоне начали рубли ходить ну допустим юг присоединят и и ну опять же побузят и все и как преднестровье вот имеет свой статус как не многие страны имеют свой статус такой неопределенный так оно все будет в чем смысл вот это напряжение нет 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 протистояние жесткое когда нато накачивает украину оружием и и китай внезапно вписывается в тех или иных моментов за россию когда вот вот идет вот это столкновение и она заметь не 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 быстро идет а долго вот в этом есть смысл вот некоторые говорят даже есть в киеве есть такой тренировочный лагерь где его там прям тренируется прям под боком дофига людей особенно новобранцев и некоторые говорят а почему туда вот россия возьмет и нефиганет ракетой или и и ушла даже из киева ну да фиг с ним что ушла почему это не не производится или почему не россия не бьет не изначально не била там по каким-то там путям куда через какие доставляли оружие и вот он наш у меня лично нет на это ответа кроме одного а как будто это все делается так чтобы это все длилось максимально долго чтобы раскачивалось как можно больше вот этих всех движников вокруг этой войны чтобы страны присоединялись к украине чтобы они поддерживают просто так если бы она захватила ну грубо говоря там за неделю-две или там даже за месяц ну и все ну и статус уже есть один ну что дальше что на то скажу все вы захватили украину вы такие плохие давайте начнем ядерную войну или третью мировую тут нужен накал а вот накал они как раз сейчас создают и и им выгодно чтобы эта война длилась как можно дольше и без разницы как она будет длиться с какими успехами и разделяя не разделяя украину важно чтобы вот эта вся война длилась и длилась вот мне так кажется но сейчас она может длиться и длиться но тут прикол в том давай возьмем более глобально смотри закрывались атомные станции то есть именно швобоиды вели к тому чтобы закрыть энергоресурсы и вообще готовили человечество так сказать к уничтожению а вот сейчас резко куча новостей значит будут открывать атомные станции ну понятно в общем опять же как промышленная революция четвертая там что все переходит на энергоэффективные системы а углегаз уходит в прошло ну пока он понятно уйти не может но тем не менее идет какая-то перелом именно от элит которые за углегаз которые торговали и те которые за атомную энергетику там может возможно еще какие-то технологии подкинут аж такое дело как компьютеры кота подкинули также сама вот и новые технологии подкинуть тот же какой-нибудь добыча из воды но это будет тогда вообще но вряд ли это подкинуть ближайшее время но тем не менее водородная технология на водород сейчас вот начинает убирать по всему так вот именно швабовская лобби было как раз против этого она хотела чтобы было оставалось как по старому для этого нужно было я не знаю почему но его планы уходила украина как раз вместе с россией то есть ему это надо было то есть внутри все равно передел какой-то идет и тут уже вопрос возникает кому штук что кто хочет захватить получается побеждают части которые хотят хотят строить небесный иерусалим по идее потому что шваба шваб них не хотел этого допустить теперь значит если сам президент у нас сказал что у нас будут как вирус как в израиле так что все логично именно сейчас вторая сила побеждает которая к баллистическая которая заму в небесный иерусалим погоди а как а как что-то скажешь насчет того что и зафиксировали зафиксировали я не абсолютно уверен в этой новости нужно проверять но я много не слышу что из израильтяне воюют на стороне украины то есть приезжают и вписываются за украину ну во первых это могут быть наемники а во вторых нам же оборудование поставляют и всякие беспилотники которые вписывается сюда когда евреи где точка зла фактически отправная они вберут из бою за украину а хочу небо почему не буду твоего экономические оружием и даже почему они будут воевать если они тут должны территорию освоить так смысл том что смысле почему не буду какую территорию ты имеешь ввиду что они собираются сюда полностью переварить ну для то что израиль должен быть уничтожен как они сами считают как их верующие считают если побеждает их сила значит израиль будет уничтожен взрыв ну опять же это не я говорю это это сами сами верующие так хотят мне они сами с плакатами ходят типа давайте уберем израиль почему здесь я топлю говорю какая сила сейчас побеждает и когда какая сила собственно сейчас украине помогать почему такие поставки пошли почему они так долго чухались хотя молета принять все раньше вот у меня есть объяснение почему израиль вписывается потому что он как бы все приказы идут с центра одного единственного и естественно им важно чтобы это все продолжалось как можно дольше и ими и нет не выгодно чтобы россия задавила там быстро как-то какие-то даже части территории не то что там всю украину вот они подписываются списываются со всех сторон писывается все все нато вписывается страны даже которые были нейтральными типа швидстария и швеция то есть здесь очевидно что приказ идет сверху и все и все работает как надо надо кому я жарю сил то несколько а почему несколько я вот не могу понять но я же сказал до этого сворачивали ну почитай же новости старые даже сворачивали абсолютно все программы энергетические готовились как будто человечество станет миллиард и все золотой миллиард а сейчас наоборот какая-то другая сила хочет чтобы пока еще пожили с этой стороны да ну я не очень верю светлые силы мне как нет не светлые силы я говорю каббалисты с сатанистами причем здесь светлые силы просто одним нужно одно другим нужно другие до полиции с сатанистами за что за то чтобы мы остались как и было были нет нет по-новому каждый за свой но и каждый за свой новый мировой порядок но они разные у них взгляды разные и хозяева у них разных скришь так ладно пока я вспоминаю тогда давайте вот я пару новостей все-таки нашел то что я тут заготовила мне как раз про к виду напоминают мне вот скинули что значит некоторых регионах снова будут вводить масочные режимы например сейчас вот найду этот материал это в россии с 27 апреля в ростовской области снова вернулись к видны ограничения ну как там написано да и далее это из из контакта новость не знаю сколько он там достоверно но если это так то к виду еще не забыто и мне тут еще тоже сообщили такой инсайдерскую инфу что наконец мая планируется там у них возобновление этой движухи но это естественно пока неофициально это доводит до неких сотрудников которые там в лабораториях работать поэтому не знаю насколько это правдивая информация это в порядке знаете версии которую мы должны проверить вот если на конец мая это шляпа будет снова тогда значит информация верна но сам вот этот вот ветерок который падут в сторону он походу означает что ничего еще не закончена с к видой а просто и так передышечку взяли и фон уже двигать сто процентов вот у меня тоже есть новость под эту тему европейская комиссия предложила продлить цифровой сертификат к вид до 30 июня 2023 года то есть еще на год то есть они даже не собираются прекращать и даже те страны которые вроде бы уже уменьшили ограничения или даже вообще убрали они все равно также вписываются на международной арене вот всю эту телегу и продолжает цифровой цифровой паспорт продолжает свое шествие набирать обороты и вторая новость под это же международный дог договором предотвращение пандемии обеспечение готовности был подписан воск совет дает зеленый свет для начала переговоров по международному договору пандемии то есть они дальше планируют усилять на законодательном уровне вот как на прошлой неделе было уже одна встреча и дальше и на этой неделе тоже они дальше продолжают усиливать и подгонять законодательную базу от различные ограничения при чем ограничения носят уже даже не просто постпандемиальный характер, а в качестве профилактики. То есть ничего еще не будет, а будет идти там приказ сверху, вот нужны такие-то, такие-то ограничения, потому что Билл Гейтс написал книгу об арбовирусах, и скрочно нужно всем подготовиться к арбовирусам. И все, и идут ограничения. То есть повестка ковида, она остается только и обрастает новыми возможностями и новыми законодательными актами. Вот что я хотел добавить. Тут еще, кстати, неизвестно реально ли законодательными актами, потому что это как выглядит. Когда им нужно что-то принять, они просто это принимают и все, или даже не принимают, а просто делают и ложат болт на законы. А когда вот они эту всю движуху с законами начинают, то здесь это уже возможно продвижение какое-то, создание фона и так далее. Понятно, что они там за кадром и так все сделают, что им нужно, но то, что вот они в этом направлении двигаются, внешняя часть театра, это скорее такой сигнал, да, массам, что вот они еще не закончили с этим. Насколько я помню, в России они все это на законодательный уровень не продвинули, только пугали-пугали. И мне уже тогда как раз надоело вообще за этим всем следить. Я перестал, забил. И они что-то хоп и тоже отменили эти все свои движухи формально. Поэтому, возможно, они нервы тоже трепет еще. Помнишь, ты задавался вопросом всю дорогу, почему они быстро не примут какие-то законодательные акты и не подведут законодательную базу по тему ковиды быстрее? Во всяком случае, у них все возможности есть, а они что-то тянут там по чуть-чуть, совсем невнятно. Ну вот, видать, они поняли, что народ все-таки хочет, чтобы было по закону и как-то начинает шевелиться, притом аж с самого вверху. То есть, у них, возможно, есть какие-то ограничения, что внутри стран, на местах, они не могут сразу ввести вот такие прям рабские законы сразу же. Или что-то боятся, или какие-то галактические законы, я фиг его знает. Но со стороны ВОЗ, то есть что-то повыше, вот они уже начинают шевелиться очень серьезно. и подготавливают различные договора, которые будут уже это дело регулировать. И подготавливают какие-то площадки, чтобы правительство стран быстрее реагировало на их уже не просто рекомендации, а уже как, как это сказать правильно, как депеши, мол, нужно так-то и так-то сделать, и все, и они раз начинают шевелиться. Ну, пока вы про людей говорите, тут голод же подступает к искусственной. И вот, в Китае зарегистрирован первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8. Это Пекин, 27 апреля. Рейтер. Китай зафиксировал первое заражение человека штаммом птичьего гриппа H3N8, но риск его распространения среди людей низок, заявили в управлении здравоохранения. Вариант был обнаружен у четырехлетнего мальчика из центральной провинции Хунань, у которого 5 апреля появилась лихорадка и другие симптомы, говорится в заявлении Национальной комиссии здравоохранения во вторник. Но это только начало, понимаете? Потом, как же сейчас происходит отъем у населения, в том числе в России, в Украине, где, чтобы все перешли в крупные агрохолдинги, которые просто монополисты. Приходят и говорят, что у вас, значит, эпидемия, и забивают и свиньи, и курей, и всех. То есть, для каждого животного будет какой-то свой вирус, типа вирус. И все. Ну, а в Китае фиксировали случаи, когда там все-таки есть какая-то конкуренция, там крупные агрохолдинги между собой воюют, там нет такой монополистности, как у нас, что один практически на всю страну там, или несколько, которые, в принципе, одному хозяину приотлежат. И там фиксировали, что этот вирус просто на дронах даже распыляли. Специально, чтобы заразить стада. То есть, а у нас вообще даже заражения нет, просто приходят, отбирают. Все. Фермер остается ни с чем. Ему приходится продавать свои земли и уходить с бизнеса. А агрохолдинги, это прямой контроль над населением, продуктами. Потому что городские сети откуда получают с крупных агрохолдингов. То есть, человек полностью привязан. Человек только деньги зарабатывает. Вырабатывает Гавах, зарабатывает деньги и все. И покупает себе продукты. Поэтому сейчас частным уже хозяйством прожить все труднее и труднее. Особенно заработать. Кстати, в Китае, кстати, сейчас еще усилились больше ограничения. Уже есть много новостей, как там подъезды заколачивают. Более того, из домов многоэтажно прямо делают ковидные лагеря. Людей выселяют под их новыми законами. Кстати, вот как и у нас наподобие законов, что винили про эвакуацию. Людей выселяют, выселяют в палаточные лагеря и отцепляют. То есть у них там идет уже такая жара на уровне какого-то там зомби-апокалипсиса. Это уже вообще серьезно у них. Но это отработка того, что на нас будут пытаться сделать. Да, да, выглядит все совсем грустно. И это очевидно, да, отрабатывают. И в Италии также, вот как многие конспирологи говорят, что в Италии и Италия, и Китай они похожи тем, что на них сразу же что-то отрабатывается. Вот в Италии недавно ввели проект социального кредитования. То есть социального кредита, или как это называется, я уже забыл. Социальный рейтинг. Социальный рейтинг, да. И у них начали обкатывать эту систему вот уже прямо сейчас. Только в зачатке, правда, и они говорят, что это без обратной связи с социальными сетями. То есть это все типа сделано с благими намерениями, когда люди будут, например, там мусор разделяешь, на такой-то, на... Да, капает. Разделяешь, и вот тебе, да, капает балл. Или, например, ты там, у тебя нет судимости, или там еще что-то, и ты как-то не броешь, тоже капает балл. А они, когда начали люди бунтовать, ну, в соцсетях, что типа это все перейдет, то, что они, будет запрет на свободу слова, и все это будет контролироваться, они говорят, нет, мы это не планируем. То есть, только, только был сейчас идет повестка. Ну, очевидно, это все брехня. Что-что? Да, да, на уборке мусора становится, как в европейских странах, типа, например, Швеции, да, где они там все это обводят, а параллельные геноциды. Про геноциды они молчат, но зато хорошо убираются. Зато чисто. Так вот, насчет птичьего гриппа. Комиссия по здравоохранению заявила, что первоначально исследовательно показала, что этот вариант еще не обладает способностью эффективно заражать людей. Еще не обладает. Но эту ачивку скоро добавят. Но обязательно будет, да? Да, еще не обладает. Тут, кстати, подъехала еще одна тема. Распотребнадзор объявил о дополнительных мерах по профилактике холеры. Несколько попадалось в ленте таких пугает чем-то. И вроде бы даже там проскальзывали фразы про прививочки. Каким-то боком у них там значит регионы должны оценить готовность к недопущению завоза распространения инфекции. Откуда завоза? Рекомендую исключить несколько пунктов, среди которых усиление контроля за лабораторными исследованиями, источный охот, проведение треномочных занятий, бла-бла-бла. Кроме того, дополнительные меры по обеспечению необходимых запасов сред-реадиентов. Ну, в общем, как-то это пугающе выглядит. То, что они еще одну вспомнили шляпу. Но дело в том, что холера хранится в лабораториях. Они до этого говорили, Константин, они до этого еще говорили про этот вирус... Зика? ...который был... Нет, нет. Зика-то сейчас будет, который арбовирус. Вот он будет... В него будет входить и вирус Зика и еще подобные. А до этого они говорили про оспу. Вот. Про оспу также говорили много, но как-то тихо. Мне кажется, они вообще начинают вспоминать все свои заготовки. Но мы-то знаем, кто мониторит и кто всю эту тему направляет. Билл Гейтс. А Билл Гейтс написал книгу про арбовирус черным по белому, говоря, что ребята, следующая будет большая жопа именно с арбовирусом. Готовьтесь. И ВОЗ подогнал уже тоже под это какие-то свои документы. То есть они готовятся скорее к арбовирусу, нежели к холере или к оспе. А все остальное это какой-то шум по кругу. Ну и насчет способов распространения. Еще в августе 2020 власти Флориды получили от Агентства по охране окружающей среды зеленый свет на пилотный проект, в рамках которого 750 миллионов генетически модифицированных комаров были выпущены в Флоридокис в период между 2021 и 2022 годами. Проект был направлен на уменьшение количества распыляемых инсептицидов за счет контроля распространения вида комаров переносящих смертельные заболевания такая как лихорадка ЗИКа, инфекция Чикуганья и Денге. Ну в общем таких кто комаров распыляют и скорее всего они как раз и будут разносить заболевания этот вирус ЗИКа. Причем на тех территориях где его раньше его не было. А это ты про США сейчас прочитал новости? Да, да, во Флориде. Вот где они геномодифицируют, да. А у них это было давно запланировано типа бороться с комарами. Все это выглядит именно так, как они подготавливают. И вообще не палятся, ребята. Вот как Билл Гейс не палился с COVID-19 в свое время. Вот так же и они с комарами. Гена модифицируют и совсем не палятся. Что скоро будет? Да, скоро будет. Что делать? То есть население все равно сокращает, но оставят самых сильных. Я не понимаю какой у них смысл. В чем? Потому что комар-то может так же самое, как клещи. Я уверен, что вот эти энцефалитные клещи это же практически официально говорят, что они специально их раньше не было в таком количестве. Их специально когда-то на то ли японцы, то ли китайцы, то ли кто-то на границе еще рассаживали. Потому что они появились буквально в течение года. не было такого количества клещей. То есть тоже как бы выведены. Это, конечно, все печально слушать. Давайте вернемся к началу. Как вы думаете, как наиболее экологично поступать в частности в нашем сообществе и в более широком контексте даже с теми людьми, кто увяз в матрице, занял какую-то позицию, начал агриться. И кто сеет раздор среди всех людей, кто условно не приемли других точек зрения, а свою точку зрения выбирает одну из официальных позиций, которые сейчас по замбоящику показывают. Это классическая тема, что ничего с ними нельзя сделать, как нельзя доказать какие-то альтернативные взгляды, потому что у них все будет отсылаться на пруфы официальные. Так же самое и с этой политической темой. Они будут отсылаться на свою сторону и ничего не докажешь. Ничего не докажешь и ничего не покажешь. Повесточка это все время меняется. Вот тут, например, Путин заявил о праве ДНР на суверенитет после прецедентов Косово. И после этого значит братушки на него сагрились. Ну, потому что он сказал про Косово. То есть даже братья тоже вот из заголовки там вышли в негативном свете. Поэтому тут повесточка будет меняться, поэтому говорить о том, что кто-то занял такую сторону, которая вообще ничего не значит, то опять же Путин воткнул нож в спину. Сербы обиделись на Россию. Потому что ну как бы зачем он про этот регион сказал, если он хотел за них. Да вспомню даже как Путин, как президент Турции воткнул нож в спину России и через полгода они уже целовались и обнимались. Поэтому это кажется все-таки политические театральные постановочки. что блин даже на самом деле неинтересно воспринимать, неинтересно за ними следить. Потому что сегодня они рассказывают какие они злейшие враги и тем самым оправдывают те или иные экономическо-политические движения, которые они навязывают. а через пять минут они уже лучшие братья и навек и целуются и обнимаются. Вот то же самое мне кажется и с Украиной и с Россией. Вот вспомните когда началось в 2014 году как Путин встречался с Порошенко. Они же встречались, они руку сжали, у них все было хорошо. Даже были сливых нетелефонных разговоров, я не знаю насколько это достоверно, там они вообще общались как лучшие друзья. Не, ну Порошенко это много бизнесов было в России по сути, кроме фабрики. Ну вообще все эти выходцы украинской элиты они все на нефтегазе завязаны, поэтому они как бы руку жать, потому что есть связь определенно. Давайте короткий итог подведем значит вот за два года ковидобеса и вот за время то, что происходит на Украине пока что итог такой, что население опускает на бабки через инфляцию и ужесточение законов, это происходит везде. То есть здесь оправдывают это внешним врагом, как называют его, в других регионах Европе там то же самое, только там враг другой, но результат тоже тот же самый абсолютно. Да, вот как было с ковидобесием, когда все это началось, они оправдывали экономические моменты и все уже тогда говорили, что нас ведут в экономическую перезагрузку или обнуление даже. Так вот и сейчас все, что на фоне этих военных действий происходит сейчас, это продовольственный кризис, нарушение логистики мировой и все это переходит то, что ты говоришь в опущении на бабки сто процентов. Причем особенно цинично выглядит то, что принимаются меру условно, они вроде бы формально выглядят как бы обоснованными, ну там кто-то что-то в инстаграме сказал, все, значит нужно инстаграм запретить для блага значит россиян и формально вроде бы есть какая-то причина условно-объективная внешняя, но по факту если вот посмотреть на все эти моменты вместе, они выглядят как сценарий, который закручивает гайки именно для населения опять же и для этого и для других стран причем целенаправленно то есть условно россияне там не косячили а санкции против россиян вводятся россиян ну никто никуда не поедет и какие-то ограничения вводятся для простых жителей которые вообще не причем не участвуют в политике а сами господа которые на витрине выступают они формально воюют и документально юридически они не оформляют эти действия они говорят о том что это нужно спецоперация с одной стороны с другой стороны вроде бы войной называют но тоже ничего не объявляют насколько я понял ни россия ни украина сейчас не объявили друг другу войну соответственно никто не вводил военное положение и соответственно никто где-то какие-то какие-то бонусы для населения которые положены в это время то есть списание долгов помощь всякие там пайки этого ничего нет и газовый поток продолжает работать фоном на Украине на самом деле ввели военное положение фактически сразу но по закону военное положение можно вводить даже без объявления войны вот у них какой есть момент то есть войны нет официально его продляют постоянно это положение по времени на месяц на два на три по разному а вот насчет войны я бы не торопился и Россия тоже может ввести военное положение объявить даже всеобщую мобилизацию и при этом так же само не объявить войну и не находиться в статусе войны вот в чем прикол дело в том что все может измениться 9 мая это зависит от результата того что будет происходить и если военные Россия не добьется своих успехов которые они обещали лидеру так сказать формальному не знаю как его назвать ну в общем того кого войны тройника уже ну без разницы главное что он сплачивает население в этом плане и вот он может объявить если успехи не будут достигнуты что значит мы объявляем войну всему фашизму в мире нацизму и так далее и доблестно пойдем поэтому все на параде может быть и тогда мобилизация будет возможно с точки зрения именно момента да они же всегда обычно праздники использовали для того чтобы качнуть какие-то баллы заработать и олимпиады и потом что-то там опять у них отжать как-то или законами гайки закрутить ну или еще что-то дополнительное поэтому можно в принципе какие-то моменты связанные с мобилизацией там или чем-то ожидать в теории но еще один момент это то что в исторической парадигме посмотрим на предыдущий сценарий первая мировая вторая мировая там всегда была какая-нибудь войнушка небольшая там русско-японская война потом первая мировая там русско-финская война потом вторая мировая то есть перед крупными мясорубками устраивали какие-то небольшие и там определенный разлет был по времени можно это по-разному объяснять ну вот некоторые там аналитики они видят в этом примеры чисток там рядов проверку машины военные и так далее ну как бы запускают ее да проверить как она там работает вообще вычистить ряды каких-то там условно предателей или отладить механизм в целом вот какие-то такие моменты если с этой точки зрения смотреть то какая-то именно мировая бойня она не сразу по идее должна начинаться а через какой-то период ну раз сто лет уже как бы третья на подходе первая была вот так что сто лет нет это я к тому что сейчас они начинают какие-то вот такие процессы и спустя несколько лет уже можно ожидать чего-то более крупного вот так если по той логике прошлых столетий но тогда все медленнее было в теории сейчас может и ускоряться сейчас может в этом году уже произойти обмен ударами какой-нибудь ну вот на Приднестровье слышали же все как в Приднестровье начинают обостряться да ты расскажи про мост потому что есть новости что мост значит пытались взорвать ракетами и как он функционирует я не знаю я слышал что был удар что его перекрыли вот этот главный мост одесский и ты про него же да 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 и вот его перекрыли на нем уже по нему не ездят но непонятно выведен ли он полностью строили только частично разрушен только частично как-то поломан что можно починить но сейчас все больше переживают по поводу Приднестровья потому что вот именно раскачивание вокруг Приднестровья вот это вот больше напоминает начало Третьей мировой потому что если еще с Украины все как-то было понятно то есть вводят войска на Украину в Украину все начинается Третья мировая не вводят не начинается как бы хотя всем понятно что экономически и в какой-то мере и в военном плане она уже идет по сути это Третья мировая и вот здесь вот сейчас Приднестровье как раз может стать этим катализатором потому что туда могут ввести войска НАТО и в данном случае как бы Россия она не не первая сделает свой шаг но при этом ей нужно будет отстаивать Приднестровье в любом случае и вот если они это сейчас все завертят то тот накал о котором все говорили что вот уже как будто Третья мировая на пороге то есть если начнется конфликт Приднестровья это уже будет потолок выше там я не знаю хотя опять же в принципе им же поводов то и не сильно нужно если ребята сверху решат начать Третью мировую именно в горячей фазе открыто то оно все начнется но зачем они все это делают ну только один ответ что они это все специально усиливая продолжают чтобы экономически дестабилизировать вообще во всем мире ситуацию или даже ее обнулить чтобы привести не просто к новому мировому порядку а просто перезагрузить вообще всю систему и уже на на ее остатках загрузить все что им нужно но даже чисто с военной точки зрения Украине конечно выгодно чтобы Приднестровье не сдерживало армию под Одессой потому что так мы практически Российские вообще со всех сторон должны армии держать а так можно сконцентрироваться со стороны нападения поэтому было бы конечно для Украины очень хорошо чтобы там те там 3000 так называемых миротворцев российских были захвачены в плен и для начала могли бы использоваться для обмена во вторых там огромный склад тоже как бы ну это все это будет уже ближе к Третьей мировой если не ее начало ты же это понимаешь не ну почему это Россия не принадлежит территория поэтому это не может формально не может считаться но там но там большинство русских граждан именно граждан России с паспортами и плюс там у них стоит их армия в какой-то мере но там полторы тысячи поэтому это не такое количество и поэтому и поэтому своих не бросают и как как говорится и все может завертеться ну мне кажется что вообще все вот что с Приднестровьем это как-то вообще слишком уже натянуто все происходит и и вот эти все провокации они как-то слишком натянуты и невыгодны ни одной стороне глобально ну то есть если только они действительно раскачивают Третью мировую не ну Украине же объяснило это выгодно потому что иначе она сдерживает просто группировку которая по ДД состоит ну выгодно но опять получается если Украина как-то войдет в Приднестровье поэтому Украина могла давно Украина могла давно выйти но она не входит потому что она хочет чтобы силы НАТО это сделали или Румыния это сделал то есть не Украина ну да вот они сейчас походу это и планируют если конечно планируют надеюсь что это просто какие-то провокации еще есть такая версия что в Приднестровье какие-то властные структуры борются за власть и поэтому устраивают эти провокации то есть еще есть такая теория конечно тоже сомнительная не судя по тому как все взрывается нет что в России явно те объекты которые очень далеко взрываются там вот сегодня электростанция горела и так далее и склады которые ну никак туда беспилотники даже самые современные не долетят поэтому тут какие-то уже и внутри начинаются проблемы судя по всему у России смотрите какая штука получается классическая схема разделяю власть то значит за ковиду против ковиды потом значит за Z против Z а под эту главочку продолжается инфляция продолжается ограбление населения и я так понимаю что это по всему миру продолжается не только тут как бы схема классическая такая тупая простая и меня вообще удивляет как это как это все работает элементарно насколько насколько это просто и насколько актуально даже сейчас вопрос у меня такой вы как бы что-нибудь придумали что делать с теми кто был адекватным а потом стал зомбарем да и вписался в эту тему потому что вот эти вот все споры они очень сильно занимают людей и они начинают ссориться распредаться меня очень печалит когда те кого я считал единомышленниками и вменяемыми людьми начинают вот какую-то позицию занимать матричную и они не терпят других позиций они просто начинают условно берут ее на флаг забывают все что было до этого погружаются в это и все и становятся фанатами этой идеи это так выглядит дико я уже привык к тому что есть люди да зомби условно и как бы просто от них ничего не ждешь но когда те кого ты не считал зомби начинают так себя вести это просто как шок вот что с ними делать какой-то рецепт есть или все до свидания особенно эпично что они еще под эту всю тему конспирологию продвигают то есть они еще видят оправдание еще в конспирологических моментах то есть они отказываются верить что это матричная тема они отказываются верить что они просто выбрали одну из сторон которая навязана и я не знаю что с ними можно сделать или как-то их образумить или как-то их отвлечь или как-то попытаться чтобы они посмотрели на это все свыше вообще нет вариантов продолжу то что я говорил еще в начале то же самое сейчас даже самые упоротые все равно говорят что не Россия а Украина все равно даже проскакивает а англосаксы то есть вот все равно они уже начинают верить за кулиси то есть с одной стороны плохо что все ссорятся а с другой понимают что есть еще и внешние управляющие и это практически официально сейчас в России поддерживается пропагандой ну вот да вот когда выгодно у них и конспирология появляется даже с телевизора когда невыгодно ничего не появляется говорят в Англии все в Англии все зло в Англии вот это как вроде как это и хорошо с точки зрения что люди понимают что есть какое-то национальное управление ну а с другой стороны плохо что ссорятся уже тут внутри стран но тут только переждать потому что ставки сделаны так сказать если в казино ты сделал ставку то ты уже ее придерживаешься поэтому те которые резко туда-сюда меняют ну это такое ну какие-то факторы могут скрыться но прям глобально вряд ли что-то поменяется поэтому ставки сделали и ждут уже чья карта сыграет пока подождать пока подождать сколько ждать но для того что даже если война затянется то все равно это надоест людям они тоже начнут понимать главное чтобы это плавно все не перетекло в ядерные столкновения потому что говорят что если раньше были вот эти все урановые бомбы которые грязные и что одна опасность была от них ядерные осадки и от них не очень-то спрячутся то сейчас более чистые бомбы но зато есть опасность что они могут вот среди некоторых уже конспирологов ходят такие версии что они могут вообще зажечь землю сделать из нее новое солнце потому что были тесты когда при ядерном взрыве реакция ядерного ядерная реакция продолжалась намного дольше вообще даже просто не просто сождался планировалось и даже уже не знали как потушить то есть если они развяжут ядерную войну которая может вообще зажечь землю это конечно быстренько не ну не зажгут потому что даже официально это уже была царь бомба которая намного в сто раз там мощнее была чем те которые так применяются для накрытия городов поэтому атмосферу зажечь они вряд ли смогут такой ряд сейчас уже есть Константин сейчас уже есть мощнее намного чем царь бомба и при этом она немножко по-другому работает ну какие-то там немножко другие процессы и не факт что получится остановить все это то есть масштаб такой что они даже возможно сами не знают а может быть кстати они сами боятся зажечь поэтому не применяют ядерное а так бы уже давным-давно применили вот чем еще какой момент может быть ну ты знаешь я скептик насчет ядерного оружия насчет того что оно грязным может быть да но я считаю что то что выдают за ядерное оружие это вакуумные бомбы которые и так применяются против бункеров по сути и если бы они хотели действительно можно было ну вот хотели глобалисты сократить население бункера то уже в 70-х были то есть все произошло бы в 70-е а не сейчас вот чем и еще возможно ракеты во-первых их обслуживать надо взлетают не взлетят вопросы возникает ну сколько это взлетит конечно но те которые давно не обслуживались возможно не взлетят это раз а во-вторых ядерных боегалок надо все время этот уран или что там используется менять потому что он же распадается это же активный элемент поэтому а такого количества нет поэтому я смотрел что будет если начнется ядерная война и радиационный фон в виде осадков которые будут после взрывов по европейской части и соответственно тоже по США он будет превышать где-то в 30 раз смертельную дозу то есть если это все начнется даже те кто выживут например если там по Украине не ударят или еще по каким-то странам то они все равно будут под ядерными осадками и выживут по сути только те кто будет в бункерах а простые люди не будет сталкера как люди все думают что после ядерной войны там где придутся ядерные осадки там практически все почистят подчистую фоллаут же происходит по времени действия спустя десятилетия ну значит ближайшие пару лет не будет там где герои выходят потом из бункера вылазят уже несколько поколений там жило начинают исследовать локации бункеры спасались от ядерной зимы вот что опасно что пыль подымется которая перекроет не только ядерных именно ядерных осадков ядерная зима знаешь там минус 70 градусов еще можно пережить вот которые планируются минус 70 градусов цельсия это еще в принципе нормально можно там и простым людям выжить а вот от ядерных осадков ты уже не спрячешься никак только фильтрация фильтрация ну да поэтому вот эти все которые оправдывают возможно ядерную войну они не понимают что практически все простые люди они все умрут в радиусе заражения и мы с вами умрем у нас же нет бункеров во дворах не стоят с запасами на пару лет или хотя бы на полгода год нет а значит все но тут опять же вопрос какая-то совсем тема печальная мы же где-то обсуждали ну на счет твоей темы что я высказался что надо подождать потому что сейчас ставки уже сделаны по силам и никто не будет перескакивать туда-сюда потому что человеческий мозг так и устроен что он не любит перескакивать прям быстро надо какие-то доказательства такие которые прям вот вообще докажут а какие могут доказательства если у них если у них картина мира выстроилась относительно вот одной из сторон это нужно полностью перепрошивать человека это уже нереально если человек не так тут прикол в том что человек сам себя перепрошивает не человек сам себя перепрошивает так как перепрошил в одну сторону так и может и в другую или вообще в третью это не это все длительный процесс но я же говорю это же не мгновенно то есть пока нет пока никак только подождать но насчет ракет ты все-таки не сказал ракеты боеголовки менять надо время от времени потому что они не рабочими становятся и судя по всему процесс обогащения уже давно не происходит поэтому если боевые головки будут то возможно они будут не рабочими об этом уже много и говорили что из всего ядерного оружия возможно даже 60-70% будет не рабочего но даже 30-40% того что есть вот этого огромного количества его с головой хватит на полноценный апокалипсис вообще полноценный где умрет от четверти до половины населения гарантированно а может только две страны друг друга обстреляют Россия США и все остальные нет это уже тоже обсуждалось многими исследователями экспертами все они сходятся в одном что ни одна фактически страна если начнется ядерный замес не останется в стороне потому что у всех есть свои интересы так а зачем вмешиваться до зачем до вмешиваться пусть обстреляют пыль уляжется а потом уже они будут свои интересы вводить на пепелище второй момент как только красная черта будет пройдена хоть кто-то один скинет ядерную боеголовку все это будет как красная тряпка уже ничего никого не будет сдерживать и каждая страна исходя из своих интересов будет лупить ядерным оружием и это все будет максимально грустно и печально ну мы с вами точно не выживем вот профа есть шанс долетит ли до Урала ядерные осадки тоже вряд ли но у профа будет второй прикол там будет холоднее где-то градусов минус 80 минус 90 там попробовать выжить в таком попытаться заборозиться и потом разборозиться как мамонт а ты вообще Виталий ты веришь старую что раньше была уже ядерная война абсолютно я даже абсолютно уверен что уже до этого была ядерная война и это свидетельство просто миллионы начиная от круглых воронок везде по всему миру заканчивая ядерным следом то есть в каждом месте где добывают уран у него есть собственный отпечаток уникальности и находят следы урана в разных локациях мира вообще то есть например те которые в Африке добыт его находят там в России или в США и наоборот то есть уже война то что была это вообще вот сто процентов даже не обсуждается и возможно вот именно эта война которая была она и вызвала вот эти все глобальные потопы и из из и понижение температуры настолько что до сих пор вот у нас есть то что то что сейчас глобалисты представляют как глобальное потепление на самом деле это возвращение в норму мировой температуры после предыдущей ядерной войны а если еще она начнется у нас еще сильнее понизится температура глобальная и естественно изменится вот подожди ты пугаешь радиация вдруг она наоборот полезна нас скрывали мутация только в плюс то есть человечество станет лучше хвост вырастет например там мутация она не может быть полезной просто сколько проводились эксперименты в основном то радиация вызывает рак то есть а рак то на самом деле это что рак это возможно путь к бессмертию то есть полностью если полностью человек будет состоять из рака тут проблема в чем что когда раковая клетка начинает замещать органы то человек умирает а если бы рак происходил очень быстро то стали бы все как этот блин забыл к которому там голову отрежешь она новая вырастет но фильм такой прикольный забыл что он бессмертный типа блин супергерой назови актер его еще такой играет который всегда шутит не бладшот не 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 дэдпул дэдпул он же из рака по сути состоит вот все будут такие вообще такое описание какие-то лавказовские персонажи напоминают шаг готов не ровно тэпа а еще кстати сегодня 66 день конфликта уже а завтра вальплюгеевая ночь на 1 мая вроде как вот это так может какие-то события будут главные шаманы там соберутся будут призывать а каким образом сознание будет сохранено в этом мраковом супертеле а вот это вопрос формуны такой культой шариком да возможно как раз памяти память сотрется и будет такое зомби бессмертный и будут все ходить друг друга кидаться про зомби не просто придумали ну и кстати давно что-то про бешенство не слышно вот опять же лисички там с бешенством его тоже практически специаль ну что его нигде не слышно да как-то тоже подозрительно вот потому что самый такой вирус бешенства это идеально биологическое оружие в том плане что носитель через какое-то время умирает если тут зика и все вот эти респираторные они передаются и можно заразить очень много то именно бешенство это как в фильмах про зомби укусил плюнул и все и только в каком-то радиусе который можно поразить опять же бомбой ну ракету скинуть туда эти зомбаки останутся и через сколько это дней они погибнут так лучше тогда сибирская язва вот ты думаешь почему во всех а она остается не-не-не сибирская язва слишком заразна она остается на предметах на всем поэтому даже захоронение кстати вот у меня есть подозрение что многие страны вирусы оспы достали они же по какой-то конвенции там вроде уничтожались каких-то там только трех лабораториях или скольких-то оставались ну понятно военных они тоже оставались но раскопки если есть там умерли коровы там от чего и от бе и от этого и от язвы они погибали есть же захоронение на территории Украины много то есть это все сохраняется еще и оспы там вроде как находили то есть если захоронение открыть старое то можно это все достать кстати я тебе больше даже скажу что есть люди которые даже в медицине и даже прям там где-то высоко и они говорили так что если вы видите где-то какую-то вспышку даже грипп не говоря уж там о чем-то большем то это все искусственно то есть вирус сам по себе он исчезает вместе с сносителем где-то там в земле или где-то там в земле в сферическом вакууме он не существует чтобы это все пришло это нужно чтобы откуда-то вышло а выходит оно мы знаем откуда и возможно и бешенство и все остальные вирусы это как раз все что они тестируют в какой-то мере и поэтому может быть нас ждет будущее поэтому в будущем все это поэтому они за вирусы в последнее время так сильно взялись потому что у них большая база под это все было годами отработанное а вдруг как раз сейчас происходит зомби апокалипсис в Китае а мы не знаем и это выдают за эпидемию почему их в домах запирают ну это видно было бы ну как бы это выйдет живем век интернета там все стриме так и великий китайский фарвар а мы не только один запаков которые в домах сидят и орут на улице потому что их так а не может хотят мозги и ты же не знаешь с китайского как переводится что они орут да китайцы вообще они жрут в том числе и мозги поэтому там уже началось давно вообще жестокость китайцев и их всеядность это прям всем известная классика так ладно в общем вопрос зрителям если вы совет знаете рецепт какой-то как разомбировать кого-то из тех кого бы хотели поделитесь и вообще какой бы вы хотели политики чтобы придерживался наш клуб потому что я вижу вот есть люди которые когда они занимают полярную точку они не терпят другое требуют чтобы другие принимали тоже а какой-то середины или взгляда сверху нет они рассматривают надо чтобы ты присоединился к этой я считаю что это ущербная тема потому что таким образом можно ну одного там может хорошо если или двух человек найти кто будет разделять все какие-то мифологемы гораздо лучше взаимодействовать с другими людьми по принципу полезности какой-то эффективности когда ты понимаешь ну да вот у человека есть условно там столько-то плюсов а вот эти вот вещи такие-то минусы мы их как бы не рассматриваем пересекаемся с ними теми точками какие можно соприкоснуться которые нам взаимную пользу приносят а остальные просто условно игнорируем и в таком формате можно достаточно большое сообщество создавать а если вот занимать именно исключительную какую-то точку то в этом случае получится что очень жесткий фильтр и да и в общем-то эта банда она очень скоро станет скучной самой себе и все все разойдутся вот например после ковидобесия я сейчас не наблюдаю этих срачей да уже но я и не наблюдаю тех кто в них участвовал то есть приходил потопить за там или против они все как бы успокоились и все они не помирились они не вернулись они видимо приходили только для этой битвы когда ее не стало они приходить перестали вот так вот дело в том что с ковидобесием все равно уже практически большая часть вкололась так что это можно сказать проиграна битва поэтому спорить уже бесполезно посмотрим со временем время еще покажет как оно не на том плане что те кто хотел вколоться уже вкололись это большинство ну и продолжение того что готовится все-таки как ты говоришь возможно какие-то удары корейцы готовятся массово штамповать первые в США малые модульные реакторы ну скейл ну это к тому что раньше эти все программы были закрыты а сейчас их начали разворачивать очень стремительно то есть для бункеров как раз вот такие модульные системы лучше всего подходят для длительного проживания строительство будет подано в 2024 с подключением к станции их сети в 2029 году то есть еще пока время есть вроде как пока ну в 1933 году вроде как все планируется так что еще пока поживем поэтому радостные новости это позитивная новость я считаю вообще я тоже не верю что начнется ядерная война ну вот во всяком случае может мне что-то внутри не хочет в это верить но как минимум потому что судя по ихним планам которые расписаны и судя по ихнему аккуратному действию с ковидлой судя по их планомерным поступам по экономическим направлением тут как будто все они не планируют ядерную войну но с другой стороны может быть у них это есть как запасной вариант то есть если не проходит так то всегда можно ударить кто знает но опять же если несколько сил то одна может ударить чтобы планы другой перекрыть потому что я вот Константин не верю в несколько сил я считаю что уже давным-давно если если одна сила то нет она давно себя проявила а так нет а она и проявляет она проявляет мы видим равновесие все страны действуют одинаково и ковидобесие это показало когда все страны вот без разницы какого они цвета какого политического или вероисповедания они все действуют идентично химтрейлы распыляют везде по всему миру экономические различные направления тоже уже начинают соединять весь мир воедино так что это уже видно ну вообще невооруженным взглядом мне кажется да тут не то что я не знаю чем можно спорить то есть со всех сторон как будто мир уже давным-давно управляет централизованно а то что нам вот показывают как какое-то противодействие это оно больше локально где каких-то там выращивают своих слуг особых или или делают вид театральный мы видим только равновесие поэтому как оно там внутри мы не можем знать мы видим уже результат ну договоренность экономически экономически вбеднеем все вот прям все если раньше и если например европейцы из США там у них больше жирка и больше запас то даже они уже начинают видеть насколько все становится печально и грустно не ну весь мир одновременно смотри если бы мир был слишком разделен или на какие-то силы то какие-то бы страны например выступали или как-то бы отделялись от всего этого а так нет и корпорации которые все давным-давно в одних руках также действуют одним фронтом уходят с России тоже одним фронтом у них какие потери колоссальные потери экономические но они все действуют потому что приказано сверху некоторые говорят если они не уйдут то тогда у них будет репутационные потери среди внутреннего рынка да какие репутационные потери когда они вообще не оглядываются вот корпорации не оглядываются на потребителей они оглядываются только на выручку и при том часто очень тупо смотри одни силы могут контролировать экономику другие религию а третье информационное пространство поэтому тут разделение и поэтому информационное пространство всегда оправдывает экономику и религию а религия оправдывает политические темы которые сейчас происходят в том числе и Папа Римский оправдывает все это уже когда говорились это уже когда говорились между собой как рынок чё почем так и договорились ты мне я тебе там ни одну страну я тебя другую ты мне одно влияние тебя друга я не вижу признаков разных сил но вижу признаки одной давно и давно супер силы которые все направляет ну так ты видишь вектор уже приложил векторы разные но когда они соединятся ты видишь общий вектор векторную суммацию и она дома против человечества по сути а еще по нумерологии велика отечественная война длилась 1408 дней и это соответствует ну некоторым цифрам которые любят рисовать тех кого обвиняют но вы поняли мы не бросим ну и так далее просто так как факт ладно домашнее здание народ есть у вас есть рецепты как вы выстраиваете грамотно социальной связи в этих всех условиях то вам поделитесь вот относительно там про виталия спрашивают бог или он вы можете его нанять как копирайтера вот если хотите ссылки на участников находятся в описании в описании под эфиром все всем пока пока но тут пишут папа римский сейчас выступает против филе в кругах ну а как он может не выступать он что должен поддерживать какой понятно что это все практикуется у них там ватикане так сказать но как вы все представляете что под это поддержал до челябинскими я делит вообще ракета была испытали ракеты ну а тут кто-то фальшивую покупал ценацию ну тоже тоже такое пока да но те кто приезжает с них и в европу устраиваться на работу с них требует справочку и там приходится перья укалываться тем кто не уколот поэтому тема остается 96 у порядка а4 эволюционирует уйдет куда без добра да не утихло весе вообще не утихло окажется что что-то где-то нет все продолжается те которые еще не в кололись их уже там будут на работе каждый каждый раз там и эти все действия сокращаются там полгода три месяца или сколько там кажется не по-разному но сам факт что если ты работаешь официально то ты обязан вкалываться иначе тебя на работу просто не возьмут и ты останешься голодным а судя по тому как сейчас все дорожает то это экономические причины но опять же это все равно суммирование или ты которая договорилась ну или ты в скобочках понятно черная аристократия кстати да деле еще черная аристократия же есть которая как бы возможно и не суется в эти все глобальные разборки но при этом у них свои интересы дети там пропадают и так далее ну про вирус зика я сказал можно почитать что комары переносят москиты там и тут выпускают посмотрим как это повлияет я просто буду новости показывать значит жилой девять этажки санкт-петербурга произошел взрыв на лестнице эвакуированы 66 человек это у меня все сообщества есть по сути от просто зачитываю подборку того что в сообществе так есть номерологическая циферка но помимо того смотрите видео если не видели про садике происшествия трагедия ну очень она номера лично но на стриме я понял это вообще бесполезно обсуждать они это замнут и не скажет но это уже как бы старейшая информация про стреляли приднестровье чтобы какая-то легковушка приехал оттуда вышли постреляли уехали все так просто и вроде как никто не следит тоже подозрительно ну это уже видео снимал про покушение на соловьёва фейковая там еще так же самое после этого разоблачили типа не разоблачили а постановка что поймали каких-то которые каких-то неадекватных вроде как граждан украины которые пытались взорвать что-то вообще в это видео на канале есть про покушение на соловьёва взорваны две вышки которые возможны для том числе это же советского времени вышки они помимо и фамон могли для слежки за ракетами как и все большие вышки обычно ничего применяется для радиолокации но может устаревшие может их уже ничего не применяли сейчас но хотя с тех времен особо ну ракеты просто быстрее может стали летать но все равно следить за ними можно поэтому возможно как раз вышки убрали чтобы нельзя было следить за ракетами это в том числе для россии было выгодно эти такие вышки но это я не знаю было там это оборудование не было ну опять же для меня я считаю это показатель того что если будут всякие мини-реакторы делать которые так уже по сути имеет ну как не конечно он не менее но достаточно маленького уже размера применяются и в подводных лодках и в ледоколах и плавучие есть электростанцию россия ядерная электростанциями ввиду и действительно если модуль ну это просто в чем прикол можно мощность наращивать как-то не знаю как там счет реактора там разные схемы есть но можно сильно наращивать мощность модулями поэтому для бункеров это больше всего подходит но вот китай запустил космос ракету с воздушного шара мне кажется что спутники это и есть такие воздушные шары которые летают ну понятно тут фишай применяют уж у них земля загнулась на высоте там 30 километров или с какой высоте 20 километров до 100 километров ракету шарм совместно разработала компания какая-то институт физики атмосферы при китайской академии наук подход может широко использоваться для изучения так называемого ближнего космоса на высотах от 20 километров до 100 километров куда самолеты уже не долетают и спутники не спускаются ракета могут нести научные приборы всестороннего изучения атмосферы но или быть опять же это доказательство того что возможно спутники это и есть передающие оборудование на шарах они спутники которые действительно где-то за пределами атмосферы на 400 километров летают а то и выше там же от орбиты зависят могут и на 1000 километров летать явным минусом запуска ракеты с воздушного шара остается плохая управляемость шара в зависимости от погодных условий главными из которых остается сила и направление ветра впрочем современный уровень предсказания погоды позволяет высокой точностью выбрать время запуска но не знаю но свыше облаков летают облака там самые высокие там на 20 километрах на 40 там уже совсем тонкие поэтому не знаю как тут погода может влиять там уже атмосфера очень разрежены если она восьми километрах уже такая что человек не может дышать концентрация кислорода меньше поэтому вопросы возникают но опять же не забываем по тайконавтов всех что за счетам уже и по луне 3 марсохода лазили и обратную сторону луны уже сфот или именно их луноходы китайские и космическая станция у них есть напоминаю а то как-то очень мало новостей в китае наверно новостей про китай но к нам прорывается очень мало новостей про китай и в том числе про их космос в общем они все уже покорили все делают поэтому вопросом у ракеты во всяком случае не запускают ладно ракеты у них летать умеют вот с космосом как всегда вопрос у меня возникает ну как тут бы подробности какие-то ну а минувшее воскресенье ракета была впервые поднята верхние слои атмосферы на большом еле вам воздушном шаре из ленху на севере запах да и китаем провинции синхай в команде ну в общем просто рассказывают где а как конкретно ну опять же взрывы многочисленные этот на рынке все открыл но которые происходят на территории россии поэтому вопрос тоже возникает почему она так происходит наши кстати не подтверждают что это наши какие-то прилеты прилеты как бы это выгодно было признавать украине или нет тут я даже не знаю выгодно невыгодно потому что атмосферу напряженной значит ну зато моли вы похвастаться будете лезть шарах ним а так получается даже мощь то есть тут вопрос возникает чё там 10 для происходит ну рф ударила ракетами по мосту через нестровский лиман мост полностью разрушен но он кстати небольшой но опять же если он начнет восстанавливать это могут опять шарахнуть то есть уже сколько раз сейчас пути пытаются разрушить расисты и и гибнут потом ремонтики которые приезжают на место и там мины могут закладывать в общем ну про который тема поднимали в начале ну сколько лет назад или 10 назад на массовой эпидемии типа были потом прекратили теперь заново еще главное в этой новости еще не передается человеку но вы понимаете это еще вот это надо было сказать я забыл ну проф решил завершить эфир в россии запятитован вечный двигатель ну стандартная схема но и такая которая ну вот так такая схема работать не будет другое дело был бы я рукастом и был бы мне 3d принтер все время блогер белецкий игорь белецкий делает но он делает неправильно чем прикол можно ли получить профит как физик тут надо опять же расчеты делать так она работать не будет он остановится найдется точка равновесия потому что трение сидела воздух даже вакууме все равно становится но тут же прикол чем если чуть-чуть ему не хватает на то есть опять же надо конфигурацию то двигателя считать чтобы вот тут буквально буквально там мили там сколько это не хватает для того чтобы он перевернулся и в этот момент ему помогает электродвигатель понимаете то есть тратится энергия но тратится энергия меньше чем он получает чтобы он выходил в плюс то есть в такой чисто гравитационный работать не будет но опять же если тут бы какой-то момент включился электродвигатель который можно ну постанасии поставить вот это вот электродвигатель например тут он типа вырабатывать должен но его можно и переключать режимы чтобы он не только вырабатывал а еще и крутил в один момент то есть вот если белецкий такой сделать я много раз писал но он не читает судя по всему комментарии какие-то другие читает а мои не читает ну ладно какой-то момент когда чуть-чуть не хватает энергии а по сравнению с остальной массой тут на райт энергии немного потратится подтолкнуть его вперед и чтобы большой маховик тяжелый но вы поняли как как камень на обрыве стоит ему не хватает силы чтобы самому скатиться но чуть-чуть его толкнуть и он уже покатится тут то же самое чтобы в каждый раз момент оборота какой-то момент включался электродвигатель и превышал но вы поняли принцип то есть тут достаточно мам массивную должен быть чтобы энергия кручение может даже на несколько даже витков хватить хотя вряд ли это на каждый виток включать получается тогда скорее всего даже то что я рассказываю сейчас бред что с оборота тут же важно чтобы он быстро крутился для электро ну хотя преобразователи можно шестеренки да это все можно чисто механически сделать тут опять же надо экспериментировать возможно такие двигатели уже давно есть мы не знаем ну и доказанный вечный двигатель ну который по сути не вечный это стебли бамбука они растут и если растут и подымают воду например и каждый раз их подрезать ну это тоже такая такой бредовый вечный двигатель ну почему бы и нет бамбук сам растет ты ему не даешь только воду но и земли там может подкормку какой-то но это в любом случае не сильно дорого потому что бамбук просто режут на палки он подымает воду но вы поняли он растет там до четырех метров в сутки бывают там и какие-то виды бамбука это уже где-то рассказывал давно но учебу сейчас не рассказать если тема такая ну вы поняли гидравлический вода льется от того что он подымает воду какой-то бак с водой ну сколько это ватт получится конечно очень мало так же самое как есть практически вечный двигатель это но опять же капиллярный эффект он забивается надо там не просто воду какой-то сверх очищенную пускать есть же капиллярный эффект когда по трубочке вода идет вверх и опять же если ее наклонить то она будет капать то есть это антигравитация по сути капиллярный эффект ну что да сколько это подымается просто тогда надо сделать мега плотину с разницей там во сколько-то миллиметров до вы поняли с этого будет очень тяжело получить много работы до по сути она работать будет то есть упалили по капиллярного эффекта с более высокого с более низкого водоема в более высокий капиллярный эффектом закачивается а сверху спускается через турбинку мини-мини турбинку ну там конечно будет били-били-мили-мили но то есть энергии с этого много не получишь но если это будет работать она работает капиллярный эффект называется то есть есть такое но с это очень тяжело получить много энергии там даже не знаю какого размера быть этой гидростанция по киеву отстреляли расисты в запорожье стреляли попали в сарай вот сейчас зайду разрушили значит давно заброшенный проданный я ником на разграбление русалу кстати опять же который раз рассказываю ой россия придет значит будет развивать производство нефига подобного при янеке выкупили русал алюминиевый запорожский комбинат и полностью порезали на металл вот там пару складов осталось и вне какой-то из них прилетела ракета причем явно взрывов дальше не было то есть ничего там не хранилось так же само в обстреливают сейчас железную дорогу подстанция в основном электрический потому что в украине мало дизелей много и опять же дизель надо снабжать а нам перед этим размобили заводы которые его делают это уже снимал про это видео ну в предыдущих выпусках какие-то было это было недели назад теперь значит пришли за электричеством в мост в запорожье в поезд целились которые ну кстати номер у него 119 был опять же 9 и не один пытались попасть поезд я так понимаю по четко подгадали когда поезд шел по расписанию совпадал это уже по-моему показывал предыдущем видео но просто почему я занял такую позицию про украины о чем мне не занимать если мой город бомбят и еще и целились в мост не попали опять же к вопросу о сверх точных ракетах которые попали мимо и вторая попала в санаторий который там 300 метров от даже больше больше чем 300 метров в паре не а да 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 тот тот ближе хотя не 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 300 не помню ну короче в общем промахнулись попали в санаторий который опять же не взорвался потому что там ничего не было как если бы попадали действительно куда хотели в склады как они рассказывают официально то там бы рванула так что ничего не осталось нет санаторий ну опять же пара братушек не захотел говорить виталий что сам же сам же а также и а если внутри россия начнет открыв захочет отделиться и при обраток украине ну вернее он сейчас в украине но временно оккупирован так что что это будет как с чечней прилетят разбомбят но сейчас уже не прилетят хотя могут ракеты дальнобойные отправить поэтому или какая-нибудь там за дунайская народная республика образуется что дадут из спокойно камчатка захочет отделиться дадут то нет конечно поэтому это просто на ложь одним можно другим нельзя ну то есть опять же зачем он с братушками срется то есть это сделано специально не знаю зачем то есть тут тут вопроса зачем это говорит тот кто представляет из себя путина и опять же сейчас пропаганда виде киаса я на режиссер такой который муж маргариты симонен начал нападать на казахстан ну про это видео уже давно снимал когда еще протесты в казахстане это был явно инсценированные ментами погрома ну понятно и выпустили там еще зэка под это дело чтобы они погромили народ испугался и значило и как плохо мы бунтовать ним нельзя потому что он будет был специально так сделал чтоб 5 как бунтовать не чтобы люди не бунтовали увидев погромы и по сути они себе северный казахстан отхапали россиями теперь хочет это закрепить скорее всего уже на полном серьезе потому что опять же там русскоязычное население все дела это раз города там полностью русскоязычные построены в связи с тем что там добывают природные ресурсы это раз а во вторых появлялись там периодически перед вот как раз вот этим протестами в казахстане очень резко почему-то появились и везде во всех пабликах постили пару видео всего но тем не менее у народа бомбила шу пипец как легко народ царить языковые патрули чтоб говорили на к на казахском они на русском и все после этого жопы у ватникам начали рваться виде 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 и так далее миротворца ввели вот а потом резко счет эти патрули пропали хотя в русскоязычных регионах они могли бы сейчас появится но нет то есть когда если вы увидите новость что там появились опять же эти вбросы про языковые патрули которые почему-то если они были то куда они делись вроде никого не посадили резко исчезли то есть это все было постановки по сути ну постановка том плане что докапываться могли по-настоящему но те кто это дело это по заказу дел а не потому что он действительно так считает это раз потому что там мне писали с казахстана что есть блогеры которые собирают драта это дело но при этом они сами по-русски пишут что русский 0 до рад то есть никакие не патриот в самом деле и в таком плане но патриоты конечно есть но в том плане что до языка докапываться и вот если появится резко такие новости значит знаете что казахстане тоже могут в россии ввести войска она по сути уже вела но не настолько много ну и произошел взрыв на заводе синтез в кургане есть пострадавший и это фармацевтический крупный объект самар на самый большой портфель препаратов среди российских производителей то есть по антибиотикам нанесен удар но опять же это ж курган куда там украинская ракета прилетит которых у нас нет или беспилотник натовский который там 200 километров летают что нет конечно это скорее всего борьба за передел сужающегося рынка препаратов аценту будут расти ну и финлядне отключили электроэнергию дата-центр яндекс у него там большое потребление и деле 21 апреля и вот он потребляет сутки значит для выработки одного мегаватта нужно 300 литров топлива в час исходя из проекта мощности 100 яндекса 40 мегаватт актуальных финских цен на дизельное топливо рбк подсчитали что при полной загрузке сутки работы объекта обойдутся 626 тысяч 400 евро ну то есть яндекс там тоже попускают если договорятся договорятся но какие-то значит ограничения введут мы помимо того тепло от сот от отапливала 1000 домов в городе но при этом вот середине апреля купила предприятие которое может заменить городе поступающие до до центра тепло то есть во первых сейчас потеплело уже наверно там не так холодно но даже без дата центра яндекса уже специально выкупили предприятие которое может давать тепло и так без яндекса ну и к моим новостям которые я публикую укладки сообщества российские службы получали от бинанс крупнейший крипто бирже мира информацию о пользователях которые делали крупные переводы фонда борьбы с коррупцией и быка это стало известно как пишет reuters сотрудники росфин мониторинга доказывали договорились об этом в апреле 2021 года зловая бинас на восточной европе и россии глебом костарем но сейчас понятно это все сократилось сотрудничество теперь они наоборот санкции вводят и приходит к цифре 10000 что у населения должно быть не здесь не больше десяти тысяч евро баксов чего угодно ну тут наверное в эквиваленте евро баксы больше 10000 на руках чтобы населения не было это не только тут а вообще вот и вывозить нельзя 10 больше 10000 и так далее и в европе скорее всего к этому тоже если у тебя больше 10000 там могут спросить откуда деньги там и так следят но в общем такая циферка почему-то какая-то вырисовывается которая у всех но это поможет оглашал что жидкое пропаливаемое масло что она очень дорогой на самом деле и непонятно чем на действительно пичкает что возможно это глицерин то есть это продукт переработки нефти выдают за кокосовое масло там может ароматизаторы дают что по-моему пахло еще похоже значит такая пасха три вражеских прилета есть погибшие как прошла ночь где пропетровской области то есть пасхального перимирия не было опять же как те рассказывают что россия такая духовная страна вот перимирия не было жертвами вчерашней артиллерийской атаки на угорской и золотое и золотое стали шестеро людей еще двое погибли в попасной при проведении взрывных работ под землей произошел преждевременный взрыв шахтер находился 91 человек 88 из них вышли самостоятельно поверхность ну это опять же оренбург в оренбурге ну циферка 91 ну такое шахта ладно это я по-моему или оглашал не оглашал не помню что нарисовали ссылка вот сами посмотрите можете найти оригинал я смотрел ну такое да ну можно говорить что там колонны искажает но такое ощущение что действительно ставили с храма киеву потому что при смене кадров и где он должен стоять там пустота можно сказать разное время снимали но почему-то да все остальные стоят а он ну такое без разницы есть или нету его но главное что уходя там дня это важно на самом деле для народа вот если как профессор рассказывал опять же что очень важно помирить то то что его не существует сильно повлияет потому что большинство тех которые за войну с украиной они имперцы а для имперцев вла важен император если императора не существует то у них энтузиазма поубавится в разы а большинство тех которые расисты они как раз имперцы поэтому без императора им уже будет неинтересно им нужна сила царь в голове так сказать без царя голове считаю это как раз кто поддерживает такое утверждение это но может тут говорить царь это типа царь про иисуса христа там или царь божий или как его там называют но тем не менее царей не должно быть все должно приниматься голосованием но опять же мне никто не ответил что такое ась вот где во сне пришло слово ази вая ази вая четверть такое было ази вая четверть что это значит я не знаю у типа ась бук ведь там дэра что такое но гуле ничего не дает может кто знает ну и вообще кусок моего сна мы несколько человек учащихся играем города но правило еще строить маршруты между ними называя города по вектору заданного движения то есть ты назвал кто-то назвал город и ты должен от него там для поля по направлению как-то называть какие еще города то есть это чисто зрительную память иметь и вот ази вая четверть ази вая вот так насколько я помню ази вая четверть мощный пожар охватил нефтебазу в брянске ну про пострадавших не знаю когда я публикал новость это к тому что все взрывается все горит но это просто для понимания вот эту новость на было подогнать когда если тут бы делал про нфт проекты возможно нет огласия ничего не не смотрел тут стрим или они просто прихватили сеть деньги из-за программиста вокруг dream голландский аукционов те проекты завершился потери средств пользователей свыше 11 тысяч пятьсот тридцати девяти эфиров кстати это уже рассказывал я повторяюсь ладно просто пять дней назад то есть я каждый подвожу как бы у меня штук информационный выпуск подвожу сводку новостей промежуточные мои видео особо на это же не смотрят и опять же тут есть и 11 и 9 9 11 возможно присвоили деньги возможно нет но я думаю за этими счетами будет следить поэтому если нас не с них начнутся движения то будет видно сахарок лает живой девятиэтажки санкт-петербурга произошел взрыв на лестнице эвакуирована 66 человек ну и 18 детей это тоже 9 между восьмым и девятым этажами девятиэтажки как любят девятиэтажка многие агрица такое слово к и как оно написано ну вроде нормально 9 это можно конечно девять этажка словом прописать террас полипредистрой взрывы в зданиями ну это уже выгласил опять же брянской области ну все к призыву идет к тому что 9 мая объявил действительно в россии войну и призыв в уссурийский вспыхнул пожар на авиабазе валят дым уссурийск очень далеко и кто же там какие же там диверсанты пробрались ментовская постановка из казахстана как борются но это еще достаточно давно снято по моду или поза том не помню ну в общем опять же то же самое что сняли про соловьева то же самое и тут сняли в возрасте 119 лет скачала самая пожилая женщина мире тоже 911 ну это что приписывают жанне кельман чтобы самая старая женщина умирала в августе 97 года возрасте 122 лет и и 164 дней кельман приписала себе или сестру старшую или мать там расследование есть я уже не помню можно набрать и расследование написать приписал на общем вся годов 30 точно она долго прожила но уже конечно старенькая на вид было то есть там видно даже чайку когда лет 60 и когда 90 лет ну есть разница там и явно 90 уже было но 30 лет она себя могла переписать или взяв или у матери или у старшей сестры кем-то на сетом переписал очередной взрыв 25 апреля жилой многоэтажки санкт-петербурга в россии произошел взрыв к месту происшествия съехались сотрудники мчс руку и рано 40 человек по запорожью далее ракетами сегодня авария чернобыльский аэс кстати в годовщину как раз чернобыльская с ракеты пролетели кстати над запорожская с напоминаю чернобыльскую нам вроде как вернули запорожская с оккупирована поэтому там чего да может сделать грязную бомбу что угодно вроде там хранилище не сильно большое то есть это все свозили в чернобыльскую область то есть если было желание и скорее всего возможно цель была чернобыльская с забрать вот эти вот остатки не знаю грязную бомбу сделать зачем-то они там копали горят окопы рыли расшистами виду и при этом получили дозы нехилые зачем-то шине там копались возможно некие-то 10 отходов и выкапывали чтобы взять разную бомбу потом можно с ней что угодно сделать и имитировать и выдавать и так далее ну это аналитика про то что украине следовало бы заняться преднестровьем потому что нашу армию действительно там сдерживает но почему-то понимаю тут советуют прямо это сделать но лучше вы это сделали все-таки члены над они украина а так у нас одни плюсы потому что группировка действительно сдерживает адрес а так некуда будет высадиться понимаете десанту но только с моря ну с моря можно отбиться а так там и аэродром есть то есть туда могут самолеты прилетать и так далее в общем плацдар для наступления на дес ну про электростанцию было 27 апреля возник района шилова в воронеже произошло 2 сообщил тасс ну говорят что может туда что-то долетать но что-то мне какие-то большие сомнения там какие-то 2 одновременно взрыва опять же вызывают вопросы но а то брянске и там по-моему везде какие-то взрывы происходят постоянно причем таких территориях что он предпрета туда не не должно было быть ну и для того чтобы показать вот что происходит в запорожье просто склад территории на заводской территории если тут что-то хранилось взрывчатое ничего тут вообще не от стен бы ничего не осталось а так то это заброшенный алюминиевый комбинат заброшен хорошо широк это в него попал ну плохо же человек погиб кстати обратите внимание сейчас так не строят тут арочные окна это старое здание послевоенное но хорошо что не город потому что этот алюминиевый комбинат он недалеко принципе от центра города находится практически самый центр города только там три километра в сторону ну и мое расследование про садик в рабочем поселке вешка им отдельное видео посмотрите тут я покажу просто часть нумерологии потому что там намного больше и воспитатели совпадают и вообще 33 6 название детского садика 911 дает и 30 сумма 3 вы название самого поселка 33 дает еще любят они нумерологию тех кто это все устраивает это жертвоприношение которое идет параллельно со всеми событиями война то одно а то параллельно и вискове рф врансер задал ракетному дару по запорежью частный сектор попали такой склад куда целились какая точность частный сектор попали ракеты действительно летают вы кто будет рассказывать что значит сами себя да конечно сами себя больше делать ничего вообще проблем нету сами себя у нас то зачем что изменится от того что сами себя если в россии то да там мобилизацию ведут у нас и так введена по сути поэтому что и туда с ничего не изменится и помимо того мои друзья видели ракеты потому что в чем проблема ракеты летят по старым картам 30-летним там уже дома давно построили вместо этих баз были раньше военные базы например советское время а ракета прилетает в то место где уже построен давно дома частные например или вообще многоэтажки и уничтожают эти дома то есть возможно поселок вроде старый достаточно поэтому вряд ли тут прям военная база была но вот новые дома часто строят на месте старых военных баз а ракеты все равно туда прилетают вот чем проблема и как раз по такой военной базе на космосе прилетела ракета и друг мой ее видел и след от нее и бахнул и он тут же собрался тоже и в течение часа уехал то что ну зачем мало ли куда еще стрельно 33 миллиарда долларов украине и санкции против российских олигархов в общем помощь украине будет но опять же это хитрость это не помощь это получается деньги которые нам практически до даются для того чтобы нам же продать их устаревшую технику но сейчас не до выборов для для быть бы живым ну то есть сейчас это хорошо но опять же 33 но тут видео про долги ссср что нас украина таки кинули выставляют великим достижением что россия значит расплатилась долгами ссср на самом деле она на себя взяла долги чтобы взять еще больше имущества если кратко там цифра это сказано то есть имущество они нам рабы набрали больше чем те долги были если распределять все пропорционально то украина проиграл в плане экономическом в том плане что мы при разделении совка мы недополучили потому что россия достались там и золотой валютной резервы и золотой запас и бриллианты все такое и должны были украине выплатить так же само за ресурсы которые украина собственно тратила свои ресурсы на напоминаю что очень много украинцев работала при постройке трубопроводов как и сейчас работали до известных событий там их на деньги кидали но если там на крупные компании то не кидали а вот если на подрядчиком аллей кинуть в причем плохих условиях и в болоте все время комары ну и так далее все все мей после этого все в европу как смогли поехать так и поехали поэтому раза рассказы о том что вот к нам ездили работать да уже не ездят уже можете успокоить и не поедут ну про киев ну тут просто шо значит жареные цыплята ну киевси можно поменять слово на дети и это же смысл может поменяться у посрался с братишками завод синтез и вот свежая новость пожар произошел на хасахалинской агресс 2 где-то это а закрыл ну в общем пожарный агресс причем сильный если посмотреть задумление сильно то есть кто туда агресс горит горит ну и тут надо вступление обязательно показать это демонстрация именно того что из себя представляют это можно и телеграме найти везде расисты и при этом еще имперцы где бы они ни жили они будут себя вести одинаково а где дадите а почему я должна отойти отсюда почему вы разбрасываете символику украинскую символик украинская грязные которые вышли из русского народа и записываю что меня дурочка мне 70 лет ты не записываешь я понимаю этого записывались это было как это страшно и как обезьяна и такая страшная лукизма осуждаю мебана жирным обозвала и так далее в общем послушайте какая приятная женщина вот это есть расшизм она во первых великой державницы значит что вы никто холопы ну но и должны мне мы сейчас дальше будет ты всю жизнь будешь несчастная нищая грязная вот этих будешь кроссовках дешевых ходить вот этих штанишных за 150 км и никуда ты отсюда не сдвинешься вот еще лукизм просто вот ну мраза то полная мраза то от себя правы это как синицына если такая блогерша блогерка екатерина синицы на которой там в италии живет ну вот она такая же и при этом этом рассчитают что она хорошая вообще правильно и все поделает правильно а у меня плачево за 25000 и косынка и сумка привяжешь ты даже не все что я с тобой сделаю у меня такая сила есть вот это страшильные в розовой грязной шапке сейчас ты просто смеешь вот 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 ты просто да еще и ведьма то есть брать которые не понимают что выбросили понимает и наслаждается этим не знаю записывай записываю дурочка из переулочка почему мы свободное строение живем как хотим так и разговариваем хотим на украинском а тем нет у нас свободная страна это вот расисту возмущается а почему нет это что это не расшизм это как одни нацизм кем она возомнила себя он увидите сколько у нее сисек как у свиньи потому что этой пуговицы то явно имитация сисек по сути сосков это так сведению просто ну как помните у нуба где была свинья на пляже ладно так лукизм тоже ассоциация которая только сейчас возникла но при этом она все они считают нацисткой при этом высказывая нацистские лозунги шведская компания из подбора персоналу лерния извольнила россиянку евгене денисовика ранее еще приниживала украинцев вы помните это видео как воно убирала меня вчора мовляв у фирмы не место тим кто принижает иных панянка из росейщины глумелась над украинской символикой топтала ногами синьо-жовтий стяг скандал трапился у стокгольм и украинка стала сведением того как россиянка взрывала нашу символику и раскидала ее дорогою наша співвітчизниця поцікавилася чому жінка псы символику на що отримала образливую розгорнуту відповідь символику будет украинскую вот это что символик фашистская чучка тогда же история свою не знаю а чучка как за что-то сказали владимир вас покрестила типичная столба фото дерево фото бацилла нато аналитических амбиций никуда не делась ну в общем вот такие вот рашистки но никто не понял что там сказали по-украински уволили и она была практически работорговцем то есть владелица агентства по устройству трудоустройства то есть это и есть рабовладельцы современные по сути поэтому такое отношение как к мясу но судя по тому как не пишут а мне много чего пишут кого я баню например том числе примера тоже и пишут то есть я понимаю что одинакового зрения у имперцев а для того чтобы имперцы перестали быть имперцами империя должна распас ну без этого никуда практически ну советский союз это показал римская империя ладно не будем судить и побольше не пообщались а вот как рио советский союз развалили развалили ну то же самое ждет россию по сути потому что настроение чисто имперские а империя время от времени разваливаются